Поехали! Поехали! Стоять! Стой! Стой! Нет! Здравствуйте! Приходите, пожалуйста Присаживайтесь Присаживайтесь. Вы пришли на курсы программирования. Прекрасно будет. Чувствуйте себя как дома. Если хотите, у нас есть вода, печенье. Не хотите? Как хотите сейчас. Я разволновался немножко. Я обычно не преподаю, просто меня сегодня на замену. Поставили на замену меня. Поэтому я очень волнуюсь. Я вообще не преподаватель. Я практик. Я недавно работал на этой фирме. Тем более, программирование для девушки — это смелый шаг. Я ни в коем случае не хотелось убедить, что это очень женственно. Да, да, да. Боже, вы мне же коленки вспотели. Давайте будем начинать. Вы принесли с собой ноутбук. Ну что, что? Ноутбук не принесли вы. Почему? У нас занятие по программированию. Что, что? Вы думали, что вам этот ноутбук здесь... Как же выйти из этого положения? Давайте вы тогда всё будете просто в тетрадочку записывать. Я вам буду сейчас рассказывать, да? В тетрадочку записывать будете. Вы хоть принесли с собой, взяли что-то? Нет, не принесли. Что? А, у вас айпадик с собой есть, да? Ну хорошо, доставайте айпадик свой. Хорошо, хорошо. А что у вас за айпадик? Кстати, айпадик на андроиде. Прекрасно, прекрасно. Неважно, неважно. Хорошо, хорошо. Доставайте ваш айпадик, давайте. Что, что, это? А, это вам парень подать? Я понял, понял, исчедрый парень. Прекрасно. Что ж, давайте будем начинать, наверное, давайте будем начинать. Как вас, как вас зовут Анжела? Простите, программист Анжела? Вы прекрасный медапрограммист. Что вы? Я ничего не хотел сказать. Такого ничего не хотел обидеть вас. Вы что, замечательными? Почему нет? Почему же каждая девушка может спокойно взять и выучить языки, программируя? Нет, очень легко на самом деле. Это очень просто, очень легче. Вот так, и раз, и все, и раз, и три. Значит, да-да, Анжела, а почему вы пришли к нам на курсы? Вы не подскажете? Вы прям такая вся блондинка вся. Я смотрю, там манитюр, макияж и все вот эти вот дела, как бы это самое. Ну что ж, парень вас, парень отправил, да. Я понял, вы просто, да-да-да, я понял, это бывает часто, на самом деле, часто, да, бывает. Вот, дома просто, да, надоело, наверное, неважно. Я в это не резу, просто вы хотите изучать, конечно, я вам буду сейчас показывать. Будем. Будем обучаться, конечно же. Так, значит, значит, что Анжела, Анжела, давайте я вам вкратце расскажу. Значит, сегодня у нас основа, вот, основа язык, язык программирования. Я, как бы вы выбрали язык C, C++, да. Вот, в смысле, да, ну, конечно, это язык программирования. А вы что думали? А, что? C, C++? Типа, размер? Серьезно? Анжела? Анжела, я, не-не, я вас уверяю, это не так, на самом деле. Я, конечно, вижу, что у вас там, это сам, но, Анжела, я, это так просто называется, язык программирования, программирование язык есть. Есть Pascal, есть Basic, есть, вот, C++, есть C Sharp, Анжела, я вас уверяю, вы, 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 может, это, ну, ладно, неважно, C++ замечательный язык. Я вам сейчас покажу, и у вас всё, я уверен, всё-всё получится, всё-всё получится, всё-всё-всё. Да. Значит, смотрите, первый, первый урок у нас, мы будем с вами, с вами писать первую программу. С вами, как же вы будете программу писать без... Ну, ладно, значит, тогда первый урок хотя бы, хотя бы, смотрите, я буду сейчас рассказывать, буду вам объяснять, вот, алгоритмы, нет, не биоритмы, а алгоритмы, да, алгоритмы, это, ну, знаете, как бы, вот есть, в общем-то говоря, программа, да, есть программа, которая следует, как бы, некоторым алгоритмам, понимаете, алгоритмам. То есть, например, например, есть какое-то условие, например, ну, вводные какие-то данные, вводные данные есть у нас, например, мы пишем программу, которая считает, например, количество посетителей торгового центра, например, который проходит через металлодетектор, почему бы и нет, да, Это хорошая программа, она позволяет узнать, например, сколько в день посетило людей торговый центр Да, сколько вошло туда, сколько вышло И, по сути, что нам надо? Нам надо в телепрограмме написать начало, да, то есть какие-то исходные данные То есть сначала мы, например, 0 посетителей, это мы принимаем за исходное Да потом прикручиваем счетчик туда То есть как бы один посетитель заходит и пишем условие, что если срабатывает металлодетектор, да То есть как бы на пропуск подошел один человек, получаем, что 0 плюс 1, если не срабатывает, значит ничего мы не добавляем То есть как бы таким образом у нас счетчик дико-дико крутится, как бы вот это вот есть наша по сути программа Я вам рекомендую программу сначала записывать где-то на бумажке, на листочке, либо в компьютере То есть у нас вот есть такая досточка, сейчас тут кто-то, ребята баловались, тут видимо что-то нарисовали в прошлый раз Так, есть такая досточка Мы на этой досточке обычно выписываем условия нашей программы Вот такие маркирочки у нас, значит смотрите Что ж, давайте будем начинать Сначала нам нужно как бы выписать, понимаете, выписать тело нашей программы Вот, в смысле тело это не то, о чем вы подумали, Анжела Тело это программа, это вот эта конструкция модульная, состоящая из блоков Ну да, если вам непонятно, спрашивайте, конечно, если что-то будет непонятно Там язык, в принципе, для начала сложный, конечно, C++ Что непонятное слово, какое непонятное слово, блоков Ну, пошутили, пошутили А смешно, смешно, Анжела, да, смешно Давайте будем, в общем, смотрите, у нас что у нас есть У нас есть начальное какое-то условие, да, то есть вот такие вот блоки у нас пишутся такими вот квадратиками Прямоугольничками, да, вот начальное условие у нас есть В общем-то говоря, это начало программы Начало, так, запишем, начало, еще начало программы Вот, следующая часть у нас идет, в общем-то говоря, в логической блок-схеме вот такой вот В общем-то говоря, вопрос, то есть если у нас вот счетчик, да, есть Вот, если у нас человек проходит, то есть как бы проходит плюсик Мы попадаем на счетчик плюс один человек Если у нас не проходит, то мы возвращаемся как бы обратно вот к этому условию То есть смотрите, понятно пока все, да, понятно Потом, значит, получается мы вот здесь вот плюс один Это вот у нас общее число, число Вот здесь общее число И вот тут вот у нас идет как бы логическая схема разветвления То есть как бы вот если число, например, больше, чем тысяча посетителей То у нас день успешный, успех Успех, программа выдает успех Если нет, то это не успех То есть как бы вот понимаете, да Вот, Анжела, смотрите, такая у нас получается схема, да, видите, как бы очень все просто На самом деле все очень просто, легко Начало, потом вот это вот Вот, потом плюс один число, да, как бы это все понятно, да Вот это вот, сейчас вот это лишнее, лишнее Вот это вот условие вот у нас здесь Да, есть вот, что, почему, почему, что, о чем вы говорите, что Анжела Теперь вы понимаете, почему язык называется Си плюс плюс В смысле Си плюс Да, это блок-схема Анжела, какой человечек, о чем вы говорите, какая девушка Да вы что, вы что, в смысле вот это Что Какие еще, какие еще сисии Это не то, что вы, абсолютно не то Я, да вы чего Нет, давайте, это, наверное, плохой пример Плохой пример, наверное, вам Ладно, давайте, да, давайте другой пример Давайте другой пример напишем Легкую программу, сначала давайте разберемся в терминах, вот смотрите Давайте разберемся в терминах Смотрите, сначала вам надо скачать специальный вариант на программу Ну да, как бы программы пишут в программах, это так называемый редактор, да Вот, среда разработки, это такое есть, понимаете Сначала надо скачать на компьютер программу, которая называется Visual Studio То есть, как бы, вот, свеженькая версия Можете зайти всегда на сайт и скачать ссылочку Я вам тогда дам, как бы, ссылочку зайдете скачать Вот, потом надо создать файл меню, открываем, создать новый проект Вот, как бы, переходим на вкладку общий И выбираем, в общем-то говоря, пустой проект, ну, чтобы создать Далее, давайте первую программу напишем Вот, то есть мы, смотрите, вот вы можете выписать код Я буду все на компьютере писать, а вы можете все во флагнотик писать Так, вот пишем include ios stream, include cst lib, вот, using namespace std, int main А что, ничего не понимаете, Анжела? А вы английский понимаете? Это вам очень здорово пригодилось бы, нет, не знаете английский? А знаете как, ваше имя по-английски? Что же интересно, Анжела? Прекрасно, прекрасное познание языка Что ж, Анжела, давайте будем продолжать Так вот, int main count hello world and end 1 Систем в скупочках пишите Пауза, пауза только для тех, у кого MS Visual Studio Это надо писать, если это у вас нет такого, то это не пишите Неважно, просто не пишите Вот, return return 0, напишите, да Так вот, вы сейчас написали с вами Анжелу, простенькую программу, которую пишут все, все программисты Мы написали с вами hello world, а это программа, очень, в смысле программа Да нет, нет, Анжела, нет, это не то, это не то, это не Microsoft Word, нет, нет, это немножко попроще программа Это намного попроще программа, Анжела Вот, hello world, это просто фраза, фраза, это фраза просто, вот у вас на экране, вы запустите эту программу, у вас на экране выяснится фраза hello world, что означает здравствуй мир Вот, правда здорово, да, что, 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 в смысле у нас несерьезная контора, вы думали, ну, Анжелу, ну, в смысле, вы думали сразу вам хорошая программа там, научь, что, что вы хотели, какую программу, что, ничего себе, не, ну, как бы, конечно, можно мы игры делать, почему нет, но, что, что, хотите, чтобы Ведьмака четвертого написать, хотите, да вы что, Анжелу? Я не уверен даже, что такой проект есть, вообще существует, над ним работают сотни людей, наверняка, вот, а вот так вот сразу сходу и написать, что, что, а вам один программист обещал, что он вас научит, это кто это? Артурчик, что это за Артурчик такой? А, это ваш, не важно, не важно, ваш друг, да, друг программы, прекрасно, прекрасно, так, ладно, что ж, ну, раз вас не устраивает, конечно, вы можете беспокоиться, Без проблем обратиться в какие-то другие курсы, без проблем, можете выбрать даже другой язык программирования, если хотите, но мы, как бы, вас не держим, у нас просто пробный урок, конечно, это самое, вот, да, да, к сожалению, наше время уже подошло к концу, да, 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 да время к концу подошло, Анжелу, вообще, какими категориями мыслить, да господи, что ж такое-то? Да, 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 я ничего такого не имел в виду, всё. Извините, Анжела, нам надо попрощаться с вами. До свидания, наверное, от греха подальше и всего доброго, вообще, всё, до свидания, да, да. Спасибо тебе за просмотр, надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!